Шел 2027 год. Успехи в области биотехнологии позволяли людям довести физические и умственные способности до невероятного уровня. Если, конечно, хватало денег. Появился новый вид. Наполовину люди, наполовину машины. Только не всем это понравилось. В ДТОИТе, как минимум. Я как раз устроился начальником службы безопасности в Шариф Индастрес. Одной из ведущих фирм в этой области. Дэвид Шариф сам выбрал меня. Сказал, что обязан гарантировать безопасность своих сотрудников. Одной из них была моя бывшая, Маген Рид, нейротехнолог. Именно она нашла способ сделать аугментацию безопасной и доступной всем. Оставалось только представить результаты исследований Конгрессу, но в ночь перед выступлением моя служба безопасности отдалась. Отряд наемников ворвался в штаб Шариф, перебив всех, кто попался в путь. Трое были аугментированы до состояния танков. Что им было нужно? Ликвидировать Маген и ее команду. Я пытался остановить ее, но главный пробил мной стеклянную стену, и последнее, что я слышал, предсмертный крик Маген. Потом мне в голову всадили. Лучше бы я умер вместе с ней. Но случилось иначе. Мою жизнь спасли военные имплантаты высшего качества. У Шарифа было достаточно денег, чтобы снабдить меня лучшим. Я привыкал к ним полгода. Должен был быть дольше. Но на Шариф Индастриц снова напали. В этот раз группа радикальных пуристов, выступающих за чистоту человечества. Агрессивных, вооруженных, фанатично настроенных против аугментации. Они заявили, что состоят во фронте человечества, некоммерческой организации, требующей от ООН ограничить исследования в области биотехнологии. Боевики захватили зовут Шарифа и рабочих, сверхурочно трудившихся над секретной военной системой Тайфу. Шариф послал меня, чтобы ее спасти. Мне удалось это сделать, но рядом я обнаружил одного из так называемых пуристов с полным мозгом имплантатов. Он пытался снять важнейшее из параметров. Очевидно, дело было нечисто. Аугментированный покончил с собой. Я не сумел его попросить. Шариф приказал мне все разузнать, чем я и занялся с помощью Фрэнка Причарда, главы кибербезопасности фильма. Выяснилось, что неизвестный второй хакер дистанционно контролировал действия аугментированного. Мы с Причардом отследили его сигнал до тайного лагеря Фема в Детройте. Там обнаружились и наемники. Те самые, что практически убили меня шесть месяцев назад. Конечно, они попытались это повторить, но в этот раз я оказался крепче. Я вырубил громилу по имени Барретт и даже заставил его дать мне новую наборку, пентхаус в Китае. Конечно, мы оба понимали, что там меня будет ждать ландшка. Остров Хэншадоу, Китай. В здешнем городе так много людей, что поверх него пришлось построить еще один город. Найти кого-то в Хэншадоу нелегко. Хорошо, что я был не этим. Фаридом Малик, опытный пилот шариф Индастрис, раньше жила в Хэншадоу. Приятно иметь такого человека на своей стороне. Она достаточно хорошо знала город, чтобы высадить меня в нижнюю его часть, рядом с пентхаусом, про который мне рассказывал Барретт. Когда я вошел, там уже находились агенты Белл Тауэр, а Сашиэйнс. Частные охраны фирмы, нанятые властями Кита. Причина оказалась не той, которую я мог представить. Там раньше жил преступник, хакер Ван Брюген. Тот самый, который дистанционно управлял аугментированным на заводе шариф. Поспешно принятое им тогда решение заставить Аугу покончить с собой оказалось ошибкой. Теперь за Ван Брюгеном охотились его бывшие партнеры-наемники. И мне нужно было опередить их в этих поисках. Чтобы отыскать Ван Брюгена, пришлось как-то договориться с триадами, руководителями преступного мира Хэншадоу. Они спрятали хакера в дешевом капсульном отеле. Когда я его нашел, Ван Брюген без колебаний назвал женщину, которая его наняла. Джао Юнчжу, президент корпорации Тай Юн Медикал. Если верить ему, Джао хотела монополизировать всю отрасль аугментации, ради чего привлекла наемников, чтобы дестабилизировать бизнес конкурентов. Шариф Мдастес в списке стояла первым. Нужно было проникнуть в штаб-квартиру Тай Юн Медикал и забрать голограмму с сервера. Я подозревал, что Ван Брюген что-то скрывает, но... Все равно оказался не готов к тому, что мне пришлось увидеть. Маган не погибла. Ее и четырех ближайших коллег похитили и увезли куда-то. При этом их гибель была тщательным образом инсценирована. Отчаянно пытаясь узнать что-то еще, я встретился с Джао в ее квартире. Она хотела выставить себя пешкой в большой игре и указала на могущественную организацию, которая решает судьбу мира движением пальца. Затем она заперлась в движущие и включила трибуну. Мне пришлось бежать. Я понимал, что Джао гала, но часть ее рассказа укладывалась в общую картину. Дэвид Шариев беспокоился о своих работниках. Беспокоился так, что всех заставлял имплантировать подкожный чип-плаката. Чипы должны были подавать сигнал в день нападения. Но Джао сказала, что для их отключения хватило всего одного звонка в ПИК. Ведущую мировую сеть новостного вещания через спутниковую систему. Чтобы узнать больше, пришлось отправиться в штаб ПИКа в Монре. Элиза Касан. Главная по новостям сети ПИК Коммуникейшнс. Малик подумала, что я преувеличиваю, когда я сказал, что в деле замешана Элиза. Зачем самый известный ведущий сотрудничает с наемниками? Когда я встретился с Касан в ее офисе, она с готовностью признала, что заглушила спутники над Детройтом в ночь, когда похитили команду Мэгган. Сказала, что только выполняла приказ. Похоже, она собиралась сказать что-то еще, но тут появились наемники, чтобы заткнуть рот и я, и мне. Элиза воспользовалась тем, что я отвлекся в ней. Исчезли. Наемниками командовала аугментированная убийца, с которой мы уже дважды встречались, Елена Федорова. Женщина, которая сделала тишину своим лучшим другом. Она дождалась, пока я отслежу передачу Элизы до тайной серверной под зданием фига. Потом напала на меня со спины. Я сделал так, чтобы больше она никому бесшумно не подкралась. Когда не осталось ни Федорова и никого-то другого, вновь появилась Элиза. Оказалось, что ведущая новостей была даже не человеком, а развитым искусственным разумом, предназначенным для слежения за потоками данных и управления тем, во что верят люди. Элиза рассказала, что наемники привели врача фронта человечества, Исайо Сандавала, чтобы тот удалил чипы похищенных ученых, пока спутники над Детройтом молчали. Также она посоветовала мне поговорить об этом с Дэвидом Шарифом. Когда мы с Малик вернулись в Детройт, отношения между обычными и аугментированными горожанами достигли точки тупения. В нескольких городах начались беспорядки. Все ожидали вмешательства Хула. Шариф пытался заручиться поддержкой Хью Дэру, который из ведущего изобретателя, первого в ангарде исследований в области аугментации, превратился в маценатор, чтобы помешать принятию регулирующего спорта. Шариф очень надеялся на Дэру. Открытие Меган дало бы возможности миллионам людей раскрыть свои способности выше обычного человеческого предела, и вовремя времена вывел бы Шариф Индастрис на верхние позиции в лучах 500. Если верить в Шарифу, похитители Меган это понимали и не хотели давать людям возможность, которую не могли контролировать. Этих своих врагов он назвал иллюминатами и попросил меня продолжать поиски. Действуя дальше, я высадил Сандавала с помощью самого известного противника аугментации в Америке, Билла Дакарта, работодателя Сандавала и основателя фронта человечества. Сандавал признался, что оперировал команду Меган, но при этом сказал, что чипы локатора не удалял, а только переключил их на другую частоту. Причард сумел засечь сигнал в фронтах. Мы с Малик немедленно отправились туда. К сожалению, иллюминаты снова были на шаг в победе. Мы попали в засаду и были сбиты Беллтауэр Хаса Шевейц сразу после того, как пошли в воздушное пространство Хэншадо. Нас спасли только летные навыки на лёг. После непростого боя я отступил в нижних душах. Сигнал привёл меня прямо к триадам. Точнее говоря, к механической руке Тонг Сихунга, божака банды жнецов, собирающих аугментированные части тел. Тонг сказал, что забрал руку с трупа, подброшенного Беллтауэр под их дверь. Значит, по крайней мере, один из учёных Шарифов был жив. Оставалось надеяться, что остальные живы. Тонг указал мне на порт, который использовался для контрабандных перевозок людей, и помог попасть на корабль Беллтауэр. Так я добрался до станции на острове Райфлмэн, пленой базы в Южно-Китайском море. Там похищенных гражданских заставляли работать над проектом Хирон, интерфейсом между человеком и компьютером. Многие в ходе экспериментов гибли. Тут мои поиски Мэгган подошли бы к концу, если б не загадочный союзник по имени Квилл. Я помог ему добыть компромат на Беллтауэр, а он провёл меня на второй корабле, бывший в Сингапур, указав на биотехнологическую лабораторию иллюминатов под названием «Ранчо Омега». Там обнаружили строя из учёных Шарифа, которых похитители заставили работать на технологии дистанционного отключения аугментации. Благодаря экстренному заявлению Всемирной организации здравоохранения, миллионы людей уже установили нужные для этого биочипы. С помощью учёных я узнал, что Мэгган находится в закрытой части «Ранчо». Там я столкнулся с Джароном Намиром, тем ходячим танком, что в своё время выстрелил мне в гонку. Вместе с Джао он надеялся застать меня во сплох. В сторону ему засады не увенчалось успеха. Я нашёл Мэган в жилищах Юдеру, миллиардера-мецената, которого Шариф просил о помощи. Дэроу убедил её работать над схемами биочипа, сказал, что это нужно ради общего блага. Пока она мне это объясняла, Дэроу появился в трансляции, охватывающей весь мир, и сказал, что тотальная аугментация означала бы гибель человечества, а затем активировал те самые биочипы, чтобы подкрепить свои доводы. По всему земному шару аугментированные люди начали убивать окружающих. Дэроу предал всех, и теперь только я мог всё исправить. Чтобы сделать это, нужно было добраться до Панхея, огромного сооружения Банктики. В коридорах, выстроенных аугментированными рабочими, я видел смерть и разрушение. К тому времени, когда сигнал Дэроу удалось отключить, я уже представлял ваш штаб, принесённый вред. Но будущее человечества оставалось неясным. Как мир отреагирует на такую диверсию? Смогут ли люди снова доверять аугментированным? Каким окажется следующий ход эллиминатов? Только время даст ответы на эти вопросы. Когда-то я думал, что смогу спасти мир. Что с ним теперь? Совершён очередной теракт. Аугментированный пассажир ворвался в кабину авиалайнера компании «Чисто» и захватил самолёт. В результате крушения погиб 251 человек, включая членов экипажа. Расшифровка бортовых самописцев показывает, что виновник трагедии мог страдать от галлюцинации после инцидента, ужасного события двухгодичной давности, когда аугментированные по всему миру впали в необъяснимую ярость, что привело к наибольшему числу жертв в новейшей истории. Иногда лучше забыть обо всём и смириться с тем, кто ты есть. Не вздумай только слететь с катушек, железяка. Если излечу, Макриди, то ты даже испугаться не успеешь. Агент Дженсен, у меня будут из-за тебя неприемности? Нет, сэр. Нет причин опасаться. Хорошо. Ты единственный аугментированный агент в команде, и я надеюсь, что ты нам пригодишься. Теперь слушайте все. Надвигается песчаная буря. Времени мало. Ошибаться нам нельзя. Мы ищем торговца оружием по фамилии Шепард. Он бывший сотрудник Белл Тауэр. Один из офицеров спецназа, пропавших во время инцидента. А сейчас вдруг появился? Это не к добру. Точно так. Он продаёт оружие и военные аугментации террористов. Арун Синг. Агент под прикрытием, который сумел выманить Шепарда из его нары. Лучший агент, что есть у Интерпола. Он три года работал, чтобы стать своим среди джинн. Иракские контрабандисты, чей картель опутал всё восточное полушарие. На прошлой неделе наш торговец оружием предложил джиннам прорву товара с чёрного рынка по смехотворно низкой цене. Они послали Синха организовать сделку. Они не обрадуются, когда в кости нагрянет Интерпол. У Синха правда хорошее прикрытие? Сейчас да. Постараемся, чтобы так и осталось. Обмен будет проходить здесь. В недостроенной многоэтажной гостинице. Она пустует с самого инцидента. Картина внутри весьма неприглядная. Сейчас угадаю. Рабочие были аугментированы для тяжёлых строительных работ. Когда же они взбесились во время инцидента? Началась настоящая кровавая баня. И с тех пор внутри не бывал никто, кроме нескольких бездомных торчков. И каков план, директор? Син встречается с Шепардом на нижнем этаже в главном атриуме гостиницы. Большую часть джинов он отправил в пентхаус, чтобы занять выгодные позиции. Группа Макриди зайдёт сверху, расположится над атриумом и произведёт арест. Дженсен отправляется на крышу. Какое задание? Не пустить джинов к общему веселью. Насколько нам известно, единственный путь из пентхауса в атриум — относительно целая шахта лифта. Она здесь. Полностью блокировать доступ. Хорошо. Готов начинать. Агенту Дженсену я бы посоветовал не полагаться только на свои аугментации. Будьте осторожны. Так, нам смертельное и не смертельное оружие, я так понимаю, предлагают, да? Не только аугментацию. Ну давайте смертельное, о чём мы тут пришли. Просто так, что... Не хочу зря рисковать. Дайте мне летальное оружие. Хорошо. Но помни, Синг работает под прикрытием. Под прикрытием, я помню. Так что внимательнее, блин, там. Что касается дальности. Там много как открытых пространств с высокими потолками, так и тесных помещений и коридоров. Многое зависит от удачи. Так, оружие на ближнего боя револьвера, дальнего боя винтовка. Ну что я там буду по коридорам с винтовкой ходить, правильно? Револьвер давайте. Предпочитаю бить наверняка. Дайте мне оружие ближнего боя. Всё будет. И последнее, Дженсен. Синг сказал, что джины для связи используют что-то вроде переносного усилителя. Если ты его отключишь, ему будет проще сохранить свою легенду. Постараюсь это сделать. Но разве нам хватит времени? Вы сказали, что приближается песчаная буря. Это так? Да, так. И узнали мы об этой сделке в последнюю минуту. Приходится поторапливаться. Если придётся выбирать, то основная задача не пустить джинов в Атриум. Понял. Пора заканчивать со сладкими грёзами, друзья. Приближаемся к нужному зданию. Ты первый, Дженсен. Вперёд! Дубай. 2029 год. На связи Большой Нож. Идите тихо и снижайтесь до 4 километров. Я просто-то в Дубаях не был. В Дубаях. В Дубае. А теперь ещё и в будущем побываем. Круто. Нам что, даже парашют не нужен? А как мы будем приземляться? Всем привет, дорогие друзья. Напоминаю, вы на новом канале Лорд Воду Железное Сердце. Мы играем игрушку новую, которая только что вышла. DXX. Разделённые люди. Или как так. Аугментированные и неугментированные. Видите, как он прыгнул? Прыг. И всё. И парашют не нужен. Как я и говорил. Парашюты для слабаков. Нашему герою этого ничего не надо. Вот такая вот у нас вводная серия получилась. Пролог. Отрезы до актера. Дополнительно надо же усилить. Нужно блокировать проход в дальней части пентхауса. Помни, что попасть туда напрямик может быть сложнее всего. Так точно. Я могу всё поднимать. Какая его группа будет готова. Конец связи. Пока. Так. Перемещаем картонная коробка. Так. Я могу всё поднимать, да? Короче, что хочу. Так. Это что было? Шмяк у нас что-то. Так. Дядя. Нажать поиск, удержать, тащить. Ну-ка нажать поиск. Ух ты. Он что-то попал на давно. У него уже. Так. Это что мы? Кредитный чип. Взять всё. Есть. Так. Это у нас... Мультисшифт. Это как сидеть. Вот так сидеть. Вот так. Сидеть могу и не сидеть. Понятно. Руководство. Показать. Удерживаем. Е. Показать записи. Так. Чтобы сменить схему управления, откройте меню Escape. Понятно. Выберите удобно для вас схему управления. Ну ладно, это тоже понятно. Ну что ж, дорогие друзья. Друзья, давайте здесь закончим. Мы пролог, получается, посмотрели. Историю вспомнили. Human Revolution. Предыдущей части, вышедшей в 2011 году. И продолжим бегать по Дубае. Уже в следующей серии. Всех убивать. У нас есть револьвер. В принципе, и все, что у нас есть. Играем мы на ПК. Жду от вас лайков. Потому что лайки помогают мне активно очень играться. Это новая игрушка. Я думаю, ее надо пограть. Вдруг зацепят. Предыдущую часть я не играл. Но нам показали очень качественный пролог. Полностью рефицирован. Спасибо Буки за это, что он не перевелил. Акадзавали полностью игрушку. Так, и бросить. Отлично. Мне уже нравится. Ах, черт! Что такое? У них тут несколько генераторов запущено. Придется взламывать панели. Ты справишься, Макрити. Все не сложнее детской мозаики. Красный это фу, бяга. Да пошел ты! Понятно. На такой активной ноте позитивно мы и закончим. Всем пока. Увидимся в следующей серии. Прямо отсюда. Прямо с чайкой пойдем. Надеюсь, они нас засерут. Пока мы будем ждать предыдущую серию. Следующую серию.